Статистика за 9 месяцев по Забайкальскому краю такая. 993 ДТП, 175 погибших. В Министерстве здравоохранения сегодня назвали причины такой высокой смертности. Мы имеем тот факт, где медики, к великому сожалению, бессильны, и мы не можем применить свои профессиональные навыки. Хочу сказать, что в 2019 году из 170 погибших и умерших 128 человек только на месте ДТП до приезда в скорую помощь, что составило 73%. Это именно те серьезные дорожно-транспортные происшествия, та кинетическая энергия, те серьезные травмы, которые несовместимы с жизнью. Эти пострадавшие погибли на месте ДТП. Данная статистика еще раз говорит о тяжести полученных травм, которые происходят при большой кинетической энергии, при лобовых столкновениях. В страшных авариях, произошедших 13-14 ноября в Агинском районе, принимала участие не только скорая помощь, но и медицина-катастроф, санитарная авиация. Пятерых из 16 человек удалось спасти, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Причина смертности в результате ДТП, следует подчеркнуть, являются многие факторы. Это и качество дорожного покрытия, плохие водительские умения, и вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Невнимательность и плохая культура вождения, а также многие другие факторы. Основной причиной военности в Забайкальском крае по-прежнему, я считаю, является низкая дисциплина водителей и пешеходов, выражающая в их сознательном пренебрежении или игнорировании правил дорожного движения. Надо понимать, что безопасность начинается не с запретов, штрафов и ограничений. Она начинается все-таки у нас в головах в первую очередь. Как часто мы видим непристегнутых ремнями пассажиров и водителей, а разговоры по телефону за рулем, прибавьте к этому оледенелую трассу и сильный боковой ветер, особенно на федеральных автострадах. Ясно одно – нужна профилактика нарушений ПДД, правовое преследование нарушителей и профессиональное ГИБДД, которое, кстати, с 1 октября снова пережило сокращение. Как же быть? Камеры и дорожные полицейские не смогут решить вопросы с засыпающим водителем, выявить алкогольное или наркотическое опьянение. И нарушители это знают. Заводят машину и снова отправляются в путь. Иногда свой последний. Вячеслав Барнинский, Дмитрий Пенегин, ЗАПТВ.